Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов. Хочу снять это видео, показать, как можно выйти из ситуации. Потому что ко мне позвонили из Витебска, сказали, что им там помог, что никто не может. Сказали, приедьте к нам, смонтируйте дымоход. Вроде такого большого расстояния, на таком объеме я даже уезжать не стал. И говорю, вошел в их ситуацию, попытался решить проблему, я ее решил. Дымоход вышел в Витебск, и заказчики сами соберут. В чем проблема? Проблема в том, что котел уже стоит, и обвязано его сдвинуть нельзя. Он стоит мертвым. Есть кирпичная шахта. Кирпичная шахта идет загильзовка. Поэтому представим, что это у нас котел, выход котла. В чем проблема состоит? Вы стандартные продукции, если они идут на раструбе, шиберная заслонка, одно из условий должна стоять шиберная заслонка на этом котле. Шиберная заслонка, потом 25 сантиметров, и потом тройник. Если собрать все стандартные комплектации, это невозможно. Потому что нет возможности подвинуть ни в шахту вовнутрь шахты трубы, ни сам котел. Поэтому что делается? Вот это компенсационная вставочка называется, либо компенсаторная вставка. Она делается вся в плюсе. То есть по всей длине она идет больше 154-155 миллиметров. Она вставляется в раструб. Вот в этот. Этот раструб он тоже делался под заказ. Его растянули где-то на 158-159 миллиметров. И шиберная заслонка. Что делаем? Представили, да? Это котел. Вот у нас все стоит мертвым. Ну, давайте сделаем мы вот так. Все стоит мертвым. Как вставить вот этот шибер? Объясняю. Сейчас я вам покажу. Он вставляется вот сюда вовнутрь. Вставляется вовнутрь, подводится к котлу, а потом просто выдвигается уже в сторону котла. Вот мы его выдвинули. И все. И он уже сидит на котле. И вот таким вот методом, либо способом, не двигая котел, когда вы ограничены в расстояниях, вы сможете собрать дымоход и подключение. Поэтому есть какие-то вопросы, возникают, набирайте, помогу. Не всегда буду выезжать на выезд, потому что так далеко я очень-очень редко выезжаю. Когда большие объекты, да, я могу выехать. И в Брест, и в Витебск. Это реально должны быть большие объекты. А на маленьких объектах, там, загильзовать трубу, 10 метров, поставить тройник, прочистку. Не буду выезжать, потому что это никакой целесообразности в этом я не вижу. Но из-за монтажа тоже не могу взять очень большую стоимость. Поэтому вот таким вариантом, кому было полезно, примите это на вооружение. Кому надо моя помощь, звоните, набирайте. Постараюсь помочь, войти в ваше положение. Потому что, еще раз напоминаю, заказчикам Витебски, ну, они обращались в несколько магазинов, кто занимается дымоходом, никто их проблему не решил. Поэтому они в отчаянии позвонили мне, с учетом того, что, Дмитрий, выйди, помоги сделать. Ну, говорю, еще раз повторяю, что помогу им, только монтаж их будет, а мои материалы. Поэтому вкратце я вам рассказал, уже смонтируют сами на месте, без моей помощи. Все, с вами был Дмитрий Михайлов, Коминбай. Обращайтесь ко мне, заказывайте мне мой монтаж у дымоходов. Всем хорошего настроения. Пока.